...эксплуатацией, кто занимается строительством, кто занимается финансированием проекта. Такие проекты, они сплошь и рядом могут проживать. Почему? Потому что финансисту надо вложить деньги, строитель хочет добиться и получить свою строительную работу, а тот, кто занимается эксплуатацией, хочет заработать на эксплуатацию. Практика показывает в этапе подачи частной инициативы, заключения концессии, они находятся в виде какого-то соглашения в единоконсорствах, потом, как правило, на первом переходе с проекта, первый риск не снят, ну можно ценой год М摸 stealing строительную работу, соответственно, обычно он в первом выходит из проекта. Второй из проекта выходит строительство, какие-то гарантийные обязательства выполнения перед бесплатами. В свои годы переправляют эксплуатирующие организации. А эксплуатирующая организация остается в проекте на 10-15 часов чтобы зарабатывать на эксплуатацию, получать свою древнюю эксплуатацию. Практика показывает, что все больше операторов медицины, которые сами строить не готовы, но приходят к консорциуму, обычно к каким-то локальным строителям, приносить свои технологии управления методами, например, в обслужбании, и так далее, и тому подобное. Это такая прямая конвенция. Соглашение с учетом Соглашения, да, вот про Соглашение еще хотел сказать. Я сказал, что в процессе нет ограничения по словам. Как же правильно определить, какой должен быть сон в процессе? Я всегда здесь призываю исходить из логики, из экономики проекта. То есть, если мы создали объект издвижимости, он у нас эксплуатируется, то разумно, что после создания приниматель должен был полностью самортизировать. Поэтому большинство проектов будут связаны с периодом экономической оккупаемости и амортизацией объектов, собственно, которые созданы. Практика иностранная, а в зарубежных показывает следующее, что объект создается, полностью амортизируется, и дальше от того государства будет расстояться ведро взглянив. Зачем он ведро взглянив государство? Правильно? И одна концессия, которая не заканчивается передачей имущества государства, она заканчивается началом новой концессии. То есть это период, когда надо снова инвестировать в средства, модернизацию этого порога, его новых развитий и последующей эксплуатации. Поэтому эта цепочка не прекращается. Практика, я очень много был на концессионных проектах в Европе, в Франции, в Италии. Большинство из них это именно вот такие последовательные нормы. Но каждый раз это с неким новых технологических цифр. То есть, условно говоря, там первую концессию заключили под действующими, например, сети и действующий водозабор, во вторую, во вторую уже, значит, у них там уже ступерная очистка появилась. Третья концессия – это с трех ступерной очистки, ну и так далее. В каждый раз какие-то множества технологические, которые применяются для того, чтобы реализовать каждый следующий этап консессионного соглашения. Так каждый раз нужны процедуры, да, в конкурсе? Ну, два раза. Это зависит от законодательства. Например, в ряде стран, как раз развивающихся, я изучал это в Бразилии, там есть преимущественное право. То есть, консессионер за несколько лет до окончания концессии может прямо заявить о том, что он хочет продолжить, там именно зависит от лет, прям за год он должен объявить, что он хочет продолжить концессию, тогда тоже соблюдается некая конкурентная процедура а-ля нашей частной консессионной инициативы. То есть, конкурентная обзора есть, но по факту это, как вот, продление и заключение нового консессионного соглашения. Важно, что здесь стороны могут пересмотреть предыдущие условия или принять решения. Кстати, есть примеры рей-концессии. Да, вот как бы это ни звучало, рей-концессии, да, там, рей-концессии. Есть периоды рей-концессии. Вообще, надо бы сказать, что в мировой практике концессии появляется тогда, когда все в подъездах. Это экономика, как раз, теория и так далее. Государство старается, как можно, больше задач с банками частного бизнеса. Потому что он активнее, он быстрее это сделает, но задорога. И вот начинается, значит, развитием, например, известная история водоканала города Парижа. Да, город был разделен на три части, по факту, было три консессии. Ну, две из них, стоит присутствовать, там была Виоля и Дегремон. Это крупнейшие мировые лидеры вообще по производству воды, обслуживанию ЖКК и так далее. То есть две крупнейшие компании поделили город пополам. И там было две консессии заключено. И они модернизировали всю систему водоснабжения города Парижа. Там, на самом деле, со времен еще вот там, да, у них все было не так просто. Потому что Париж снабжается из открытых источников. То есть, сам источник находится там в 40-50 километрах от города. Плюс у них есть водопровод технической воды, есть водопровод питьевой воды, есть отдельная система водоотведения. А также, как и в наших городах, карты и новые карты забиты, да, и надо с ними что-то делать. То есть, было очень много проблем, которые мы уже было решили. Благодаря инвестициям, которые произвели, соответственно, по Дегремону, Дегремону, благодаря технологиям, все это было сделано. Потом, в очередной раз, значит, были периоды ВРЭ, и мэр на первом сроке сказал, что что-то мне не нравится, что-то много платит заводов. В Парижане платят очень много заводов. Ну, по слову сказать, тариф 3,8 евро за куболентом. Это за хер. Вот. И тем не менее, где же у нас не было. Кормально? Потому что понятно. А, французский был, да. Вот, и действительно, он сказал, что что-то много платит наших граждан. Вот на всем первый срок, он 4 года. Он чуть-чуть усилил, он проверял консессионера. Мыяснили, что Дегремонт, что консессионер много денег платит головной компании за консультацию управления в этих странах и контракт на сопровождение консалции, то есть со стороны головной компании. он, по факту, это часть прибыли, часть выручки. Да, таким образом, говоришь сейчас. Он сказал, что на втором сроке, он тему уже разыграл серьезно совершенно, да. То есть он сказал, что надо остановить рост цен, и надо дать воду гражданам Парижа. Действительно, если сейчас вы приедете в Париж, вы увидите, что на улице стоят автоматы, где можно бесплатно получить питьевую воду. Более того, консессию расторгли, все было передано в управлении государственным предприятием, и сейчас эту систему, эксплуатирование госпредприятия, она бы не снизила давление, но она бы не повышает, скажем так. И это важна социальная часть, да, что в период, когда мы слились кризисное явление, там, 14-го, он должен был, когда в кризисе шли всякие в мире вообще-то, что МЭФ на этом сделал только первым, плюс, действительно, передали в управление хорошей, свежей форсотурой, передали в управление государственным предприятиям. И теперь на этой свежей форсотуре госпредприятия будет существовать еще много лет, пока так, собственно, не понадобится новая реконструкция. Ну, к слову сказать, это гримо от люди не обиделись. Во-первых, потому что условия конституционного соглашения предполагает компенсацию, полный компенсации, без затрат на создание объекта конституционного соглашения. Если вы думаете, что в России никак не происходит в голову, то это не так. У нас в законе прямо написано, что в любом досложном расторжении конституционного соглашения публичная сторона часто компенсирует все затраты, связанные с созданием и эксплуатацией объекта, за минусом того, что ранее было компенсировано. И это закон. Это неважно, что в соглашении. Может, в соглашении вообще не подписать эту тему. Может, это что-то провозит, в которой ничего не подписывается. Но по закону, если в суд пойдут, будут расторгаться, будут компенсации. А для ремонта объекта не раз в кто-то есть. Это первое. Второе. Естественно, учитывая, что технологические скены, технологии, которые применяются между канадой, это реже технологии для ремонта объекта, они, разумеется, с подрядчиками этого самого, для того, чтобы, собственно, он не расстационировал. Ну, в общем, нашли общий язык, тем не менее, по факту, это такая интересная история о реконцессии. У нас с 12.30 был запланирован на объект. А сейчас уже практически, вот, из нас 9-12, мы уже решили. Либо мы сейчас делаем перерыв, либо с 12.00. Как выглядит? Нет, подождите, подождите. Я уже оборвался. Может, это перерывчик небольшой для камеры? Надо, да? Слышите. Да, я уверена, что вам в перерыве еще не будут активно проходить. Здесь минуту перерыв, когда ходили, да? Полосно. Копия чай-канады. За вами. За вами. Не публично. Не публично. Не публично. Не публично. Не публично. Не знаю. Так, а что мы вечно, наверное, ставим? Вечно, наверное, ставим. Слушай, я похороняю. Я потому что никуда не буду ходить.